Значит, начиная с самого впереди на сегодня, карточки забегов, racing cards, вот, карточки забегов, и пооткрывая вкладочки, Аскот, открывай, Хейдек, Линкфилд, Винкентон, Фэрри Хаус, ирландский наш, да, а вот уже Кеннио Ворс, это уже не наш. Если хочешь перепроверить, вот смотри, поднимайся наверх, еще раз я тебе просто посмотри, у нас вот Фэрри Хаус, и чуть ниже Фэрри Хауса отпускаешься, вот это уже все пошло, как говорится, по странам. А наши стадионы на сегодня, то есть вот в этой, ты можешь даже быть в архиве, смотреть там за прошлый год, но у тебя эта табличка будет выскакивать за текущий день. Понимаешь как? Поэтому стадионы желательно, как говорится, ну, просто хорошенько список почитать, подучить там. Ну, со временем эти названия там, они приедятся, как говорится, на слуху, все будет нормально. Итак, значит, начиная анализ по вкладкам. Кстати, время сейчас 8.26. Ну, вот хорошо, посмотрим, сколько у нас времени займет анализ. Пинтап. Значит, времени, помнишь, я сказал, мы начали в 8.30, сейчас в 8.47, то есть практически всю подготовительную работу мы с тобой проделали за 20 минут. Значит, дальше. Почему я и говорю, что, ну, это просто я тебе показываю, а так, тебе достаточно за час до начала забегов посмотреть, когда начинаются забеги, отнял час, за это время заскочил, посмотрел карточки забегов, скопировал себе, так сказать, кандидатов, затем сверился с ресурсами, значит, своего времени, и там уже, как говорится, думаешь, что делать. А скажите еще, вы после забегов корректируете потом коэффициенты? Конечно, потому что они же в течение времени, ты сам посмотришь, как эти коэффициенты будут меняться. Для тебя самое важное будет что? Граничные наши условия, то есть, вот уже это проверено, как говорится, понимаешь, большой кровью. Ну, то есть, смотрите, а если вы поставили коэффициенту 5, там, за 10 минут, например, до начала, потом он начал расти больше, кто-то снимает ставку? Если ты уже поставил, то ставка у тебя принята по тому коэффициенту, который ты уже поставил, если он потом начал расти, тебя это уже не колышет, потому что ты купил по этой цене. То же самое, если коэффициент начал падать, а все равно из тебя будет идти расчет именно по той цене, по которой ты купил. Поэтому тебя это уже... Обычные игроки, значит, они делают ставки, особенно, кто, ну, там, эти самые... Там, там, баки, там, занимаются, там, торговлями, они вообще, там, за 2-3 минуты до начала забега только делают ставку. То есть, когда волатильность, она подскакивает очень здорово. Смотрим сюда. Значит, вот сейчас на первый забег, на который 17.35, 17.50, да, вот первый забег. Вот. Всего лишь выставлено 14.000 фунтов. Ну, 15.00. А смею тебя заверить, что к началу забега тут будет, как минимум, 200-300.000. Ну, я видел, да, в чем. Видел, да? Единственное, значит, для себя, вот опять-таки, чтобы... Смотри, вот для себя... Какую мы здесь лошадку выбрали? Коммун Дейв, по-моему, сейчас. Коммун Дейв, переходи обратно. Вот смотри, для себя что я делаю? Вот я встаю на эту лошадку, и у меня уже, видишь, даже если я потом проглядываю, то и забываю, то у меня вот стоит, ага, я выбрал Коммун Дейва. Иду сюда, смотрю, и там все дальнейшее, как говорится, и происходит. А здесь у тебя была Тагрита. Тагрита, значит, вот по ней... То есть ты уже не спутаешься, потому что... Ага, а здесь вот я выбрал Тагриту. И причем, опять-таки, по Тагрите, вот ты можешь посмотреть. Ага, видишь. Видишь, да? Дальше побежал, значит, ты... Что у нас? Осенний Тоник был. Вот Осенний Тоник. Тут и форма есть, и все прочее. То есть у тебя уже заготовлена, скажем, твоя работа вся проделана. Проделана она в течение, там, 15-20 минут, но если много стадионов, много забегов, ну, за полчаса ее можно проделывать. Сегодня... Даже если что, значит, ты... Да. Если что, ты никогда, значит, нос не вешай. Почему? Потому что я тебе показал даже... Ой, так. Ну-ка, давай-ка, вот. Мы тут еще пока ничего не творили. Вот, давай-ка еще раз... Давай-ка еще раз проверим. Поставь подряд 10 пятерок. 10. И вот теперь поставь, чтобы подряд произошло 10 проигрышей, что практически уже, сам понимаешь, невозможно. Сначала первые 3. Вот самый частый вариант. Когда ты проигрываешь первые 3, значит, у тебя, получается, все равно половина банка остается. То есть вот здесь для чистоты ты можешь, допустим, поставить десятку, чтобы легче было считать. Поставь пока десятку. Вот смотри. У тебя все равно в банке остается, ну, чуть-чуть меньше, чем половина банка. Ну, даже если, как говорится, ты начинаешь играть там и дальше, ну, даже вот, ну, 5, это я считаю, что вообще, так сказать, это может быть там раз в 5-10 лет у тебя может произойти. Ну, поставь 5 проигрышей подряд. У тебя все равно останется, значит, где-то 20, там, с чем-то процентов в банке. Ну, даже, как говорится, все 10 подряд, что практически вообще, скажем так, ну, я не знаю, что там должно случиться, ты все равно оказываешься все равно в плюсе. То есть, да, то есть самые тяжелейшие, как говорится, тики, но тут мною просчитаны. Почему? Потому что каждый раз от банка берется четверть. Вот эти 25 процентов. Ты можешь вообще сделать их там и 5, и 10, тогда просто доход будет меньше. То есть, если, допустим, вот здесь вот ты сделаешь не 25, а, например, поставишь там, ну, поставь 10. Я что-то не вижу, чтобы здесь сильно что-то поменялось. А, там на 6000, по-моему, просила. Всего ли что? Ну, давайте проверим еще. Нет, ну, верни назад на 25, да и все. Вот у тебя стрелочка, вижу, желтая, да. Обычно проседало там, обычно проседало значительно. Так, обоставь на 5 процентов. Может, неправильно посчитаешь? Ну, это всегда легко проверяется. 10 фунтов в банке. 10 умножить на 5 процентов. Ну, возьми калькулятор, вон, на калькуляторе можешь посмотреть. Ну, давай, давай так, вот поставь 10 процентов, легче будет считать. Ну, значит, Т7, 10 умножить на У7, это будет, значит, фунт, и разделить на 2.33. Ну, на 4. Ой, на 3. А фунт разделить на 3, где-то, да, 30 пенсов так оно и будет. Выиграли 29 пенсов, они пришли сюда. Нет, все, все верно, все работает. Но у меня раньше получались очень большие перепады. То есть, если я там раньше ставил там 5 процентов... А может быть, ты знаешь, вот скорее всего. А тут-то уже годовая выборка. И тут тогда... А ну-ка, давай-ка, еще раз, поставь 5 процентов. Энтер. Да, тут уже разница там, перестали 200 пунктов. Ну, надо это мне сейчас, я у себя еще тысячу раз перепроверю. И поставь здесь 25. Потому что это тогда существенно будет менять... Конечно, лучше по 5 стереть. А тут поначалу... Нет, дело в том, что понимаешь как. Я объясню. Ну, ставь медленнее будет. Может быть, первый там месяц-два играть, поскольку ставка там у тебя небольшая, чтобы побыстрее набрать, ты делаешь, допустим, процент вот такой. Да, согласен. А потом, когда уже, ну, скажем так, какую-то устойчивую сумму в банке набрал, тогда уже переходить, ну, то же самое, что я и делал, что просто я делал фиксированную ставку. И она потом постепенно снижалась, 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 если доходила там до 0,3 или 0,4. Практически то же самое. Ну, подумай, поэкспериментируй, можешь мои формулы попроверять, потому что мою формулу всегда легко проверить. Вот. Ты всегда знаешь, о чем идет речь. Здесь, значит, умножить на 0,95, то есть, если выиграла, значит, 5% букмекеру. Выбираю. Если проиграла, ну, чистый проигрыш минус единица. Вот и все. Тут, значит, суммируются вот эти вот две колонки. Если уж, так сказать, продуло, так вот она сюда идет. И здесь идет суммация, значит, вот смотри. Т10 плюс Y10. То есть, вот, Т10 плюс Y10. Все на четко, и так она. То есть, ну, любой, если что-то возникнет вопрос. Здесь я делал, скажем, такую штучку Lay Recovery. То есть, вот здесь я потерял 360, в смысле, 360, да, Liability. Чтобы мне, допустим, если я хочу следующую игру сыграть и выйти в небольшой плюс, то, значит, вот, мне надо потерянную сумму умножить на 1.2, и тогда я вроде бы смогу отыграться. Но дело-то в том, что выигрыш-то, проигрыши бывают и подряд. Поэтому я, так сказать, вот это вот Larry Cover оставил, а вот ты можешь взять и, ну, теперь, пройдись-ка по всем, посмотри, сколько подряд у тебя проигрышей получалось, случалось за все это время. А можно на вашу формулу как-то посчитать подряд или нельзя? Ну, даже не задачивался, потому что, ну, время терять. Можно формулу сделать, но это, ну, геморройно просто будет. Для меня гораздо проще, я ползунком раз пробежался и посмотрел. Я вижу, что подряд, пока только встречались несколько, вот, по два подряд, по три даже не встретилось. Хотя у меня в более полной таблице, там, на тысячу, там, с чем-то забегов, там встречалось подряд три проигрыша. Вот и все. Поэтому, в принципе, вот, тебе, как говорится, ориентиры, ну, и, как говорится, вперед из песни. Ну, желаю тебе, значит, удачи на сегодня. Давай, привет. Спасибо. Давай. Ага.